Всем доброе утро! В прошлом влоге я забыла с вами попрощаться, кстати. Сразу ушла спать. Вот так я выгляжу по утрам. Жирная, блестящая кожа и растрёпанные волосы. Буду умываться. С вечера я стираю всегда нам одежду. Мне носок не попал. Это тёмное, которое я стирала более суток назад. Высыхает всё очень быстро. С вечера стираем, с утра всегда развешиваем. Так удобнее, чтобы не шуметь. Ладно, будем умываться. Обожаю вот этот дезик новый, который жила в Израиле перед вылетом, перед выездом. Классно. Вкусно так пахнет. Очень нежно. А ещё обожаю вот этот крем. Он пахнет тоже волшебно. Открыла свою вкусняшку. Запах просто невероятный. Это свинина. И вот столько у меня разных соусов осталось с Макдональдса. И ещё частично с детского места. Так что давайте отведаем этой вкусняшки. Запах невероятный просто. Вот у нас в Израиле нет такого разнообразия разных соусов. Например, сейчас у меня карри дип в руках. Запах божественный. Я вижу, что они здесь очень сильно любят кетчуп и очень сильно любят горчицу. Везде дают майонез тоже тут в ходу. Из Макдональдса майонез. Из Макдональдса кетчуп. Разобралась, что эти булочки можно просто подогреть. Микроволновки. Одну я уже разогрела. Их уже даже так, в принципе, можно есть. Они напоминают мороженое. Слегка такая подмороженная булка. Но кусается легко. И крем внутри, и внутри ещё есть вишенка. Но если подогреть её буквально минутку или меньше, она станет очень мягкой. А внутри крем останется слегка прокладным. Идеальное сочетание. Хочу выбросить бутылку. Заодно покажу вам эти баки поближе. Каждый день почему-то количество меняется, потому что там был вчера один бак. Не знаю. А сегодня уже три. Вот сюда выбрасывается. В общем. Картон. Не знаю. Боже, куда же бутылку выбрасывать? Наверное, сюда. Стройка тут идёт. Вовсю. И здесь рядом с нами машина появилась. Возможно, у нас соседи теперь есть. Потому что здесь второй этаж тоже на съём идёт. Ашер пошёл за напитками домой. Забыли. Вот детки. Михалю мешает солнышку бедному. Как закрыть солнышко? Пол из рок-ботал, но я не знаю, если я из рок-ботал, чтобы писать. Я не покажу её. На улице, да. Ааа, окей. Я покажу её. Кушать сейчас булочку попросила. Несколько не стала кушать, да? Что мама тебе ещё сосиску предлагала? Пироженку с кремом тоже не стала есть. Пироженку ещё. Они выглядят как лодочки. Мы в городе Кольмар, который находится во Франции. Нашли парковку подземную. Сейчас припаркуемся и пойдём гулять. У меня проблемы с ушами обострились. Мне сейчас Саша будет давать его антибиотик, агмантин. Потому что свой я уже закончила. Как мне дожить до моей очереди Купа-Горлоноса, который у меня уже после нашей поездки, когда мы вернёмся. Буду раскладывать наши коляски. И будем выдвигаться. Нашли место парковочное. Там находится лифт. Нам всегда нужно идти на лифт, потому что у нас две коляски детские. На каждом углу во Франции баланжерия какая-то есть, кондитурия, выпечка, сэндвичи, вкусняшки, конфетки. Чего-то только нет. Нам приходится останавливаться буквально каждую минуту, чтобы сделать фото. Или просто полюбоваться, рассмотреть, что у них там есть. По ценам, правда, не скажу вам. На цены я даже не обращала внимания. Мы сели в пароваз. Михаил тут кушает. Здесь застеклён. Там открытый. Было волшебно. Нам безумно понравилось. Правда, я не могла снимать, потому что Михаил у меня был на груди всё это время полчаса. Но это была просто потрясающая экскурсия. Полчаса, тишины, покоя. Я смогла слушать в наушниках то, что нам рассказывал. Люшенька тоже себя прекрасно вела, сидела на своём месте. Слушала, наверное, тоже музыку там в наушниках. Аша хочет сделать фото на память этого паровоза. Смотрите, он на самом деле очень длинный. Управлять им нелегко. Улочки довольно узкие в некоторых местах. Какой классный стол принесли Михаилю. Мне так нравится. Правда, Михаил уже его запачкал всего. Очень качественный. Вау, вкусняшка какая-то. Специально детское меню. В принципе, как и везде. Чипс и наггетс. Аняка, что салат? Вот это моё блюдо. Это улитки чёрные. Я немножко удивлена, что это, потому что я не ждала, что оно будет выглядеть так. Но оно вот так вот выглядит интересно. Люши на блюдо мы разделим между Люшей и Михалем. А у Аши ещё салатик идёт. Зашла в аптеку, купила нам две пачки Мустелла салфеток. Каждая из них стоит 3, по-моему, 40. 3 евро 40 центов. Очень такая приятная аптека. Правда, там выбор совсем маленький, на удивление. Может быть, я не слишком внимательно изучала, но выбора там совсем нет. И салфеток только такие Мустелла. И ещё красные. Там было 70 штук. Поделюсь с вами впечатлением про улиток. Where will we go straight? Улитки были намного лучше, чем я ожидала. На вкус они были такие, знаете, как трава немножко. А по ощущениям во рту можно сравнить с грибами. Как будто ты живёшь грибы, только нужно разжёвывать их сильнее, тщательнее и дольше. То есть, ну, не противно. Особенно если не всматриваться, если не присматриваться, что это настоящая улитка, то вполне нормально. Опыт интересный. Но больше я их есть не хочу и не буду. Мне кажется, что я их не распробовала. Если есть их часто, много раз, периодически, то тогда привыкнешь и полюбишь. Всё-всё-всё-всё-всё, сейчас пойдём, пойдём, пойдём. Личко, Михаль ждут и сейчас пойдём. Смотрите, здесь разные вкусы карамели есть. Это с маслом, с блуберри, натуральное, с апельсином. Всякие желатиновые конфетки. Чего-то только нет. Всякие там пироженки дальше. Михаль, паровозик, ту-ту! Паровозик, ту-ту! Вау! Вот такой длинный-длинный-длинный паровозик. Мы просто гуляем по Кольмару, по городу. Очень красиво здесь. Улочки, люди, много кафешек. Все едят. Солнце то выходит, то заходит. Становится то холодно, то жарко. Вот Аша снова одевается. Хотя недавно буквально снял куртку. Я детям шапки то снимаю, то одеваю, то снимаю, то одеваю. Много есть чего интересного посмотреть, познакомиться с культурой. В современном мире мы теперь. Там было так красиво. А тут все так современно. терминал оплаты парковки. Вон на минус первом этаже. Там туалеты. Вот здесь терминалы. Личка, иди сюда, Леша. А там уже сама парковка, выход. О, здесь есть еще минус второй этаж. Залезай, залезай аккуратненько. Залезай, залезай. Ага, да, да. Родов винерей. Беод матиа имитрин. Залезай, хауз оф чизис. Ооо. Залезай, фомаж. Фомаж? Чизис тайм. Суду, бей. Суду. Залезай, бей. Мы на бензозаправке уже в Германии Смотрите, какая здесь интересная система Есть перчатки Чтобы наливать бензин Есть бумажка Как классно Ашер пошел внутрь, наверное, оплачивает Может быть, еще что-то, не знаю Не сказал Мы уже двигаемся к дому До Рутенбаха еще 50 минут 50-50 километров Хотела что-нибудь купить там Ну, надо на заправке А, кстати, туалет Здесь, представляете, платный Мы уже дома Дети ужинали, Ашер поужинал А у меня срыв, я не могу себя держать в руках Только что доедала Туну С Михалем, а теперь у меня вот И, возможно, будут какие-то вкусняшки День прошел прекрасно Мы чувствуем себя хорошо Конечно же, устали Сейчас я буду принимать душ Потому что очень жарко на кухне И все И будем уже готовиться ко сну Так что спасибо, что были с нами весь наш день Красота Всем спокойной ночи Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!